Всем привет! Небольшой обзор ножа GANZA G704BK с сайта Gearbest.com. Нож оставляется вот в такой вот коробочке. Вот модель. Это уже коробка с логотипом Firebird. Стандартный финал. Чехольчик обновленный с логотипом Firebird. И полиэтиленовый пакетик. Подробно останавливаться на характеристиках этой модели я не буду, потому что это настоящий бестселлер. Понятное дело это Купер Бенчмэйт, Хеклер и Кох. Если не ошибаюсь, Ноди или 142.05. Масса обзоров, все знают этот нож. Но есть интересный момент. Данный экземпляр это уже обновленная версия этого ножа. Причем есть обновленная версия GANZA G704.1, которая отличается клинком Stonewash. Ну и по крайней мере больше я изменений не заметил. Разве что фальшлезвие там как-то более четко выточено. Но может быть дело в сатинировании, так кажется, визуально. Конструктивно не вижу отличий. Плюс в линейке GANZA G704.1 есть версия с карбоновыми накладками. А этот экземпляр это именно GANZA G704.1, но уже обновленный. В чем проявляется обновление? Чисто визуально. Коробка вот такая вот черная, почти подарочная. Раньше поставлялся он просто в коробке из переработанного картона, как бюджетные модели GANZA. На клинке есть логотип Firebird, соответственно. Вот. Куда важнее отличия конструктивные. Нож мне очень понравился. Это, скажем так, он меня даже удивил, потому что обычно все-таки на GANZA приходится как-то там доводить, приводить в порядок. Этот из коробки уже работал просто отлично. Такое ощущение, что производитель услышал все комментарии пользователей и решил вот его доработать. Или мне попался очень удачный экземпляр. Теперь об этом поподробнее. Замок. Очень мягкий аксесс. То есть, действительно, можно двигать одним пальцем без проблем. Я ничего не делал, то есть, чуть-чуть, может быть, там, капнул масло. Все. То есть, он из коробки меня просто удивил. Обычно аксесс очень жесткий. Клинок. Ну, просто идеально по центру. Отцентрован абсолютно. Клинок из коробки, ну, чуть-чуть туговато ходил. То есть, под своим весом прям не падал. Ну, разработался моментально. Уже летает как угодно. То есть, вот даже можно одним пальцем нагибать и так далее. Отлично работает. Потом. Что еще важно. Были легенды, что замок плохо держит. Я обухом стучал много раз и с изрядным усилием. Нож даже не пытался складываться. Сейчас не буду стучать по столу. Потому что будет ужасный звук. По ладошке, если стукнуть, понятное дело, он не подумает складываться. Если же взять что-то более твердое, вот он оставляет даже зарубки, складываться не пытается. То есть, по полу, даже если с замахом стучать, он не будет складываться. Скажем так, этот тест замка обычно проводится с целью проверить, в случае застревания клинка, не сложится ли нож. Ну, если сложится, то так же, как и другой нож, я думаю, так же, как и бенчмен. То есть, замок держит, замок хорошо держит. Причем, штифт доходит не до конца. То есть, запас на износ есть. Что я заметил, к сожалению, наверное, это не видно. Отверстия, за которые цепляется хвостовик пружины, расположены очень близко к отверстиям, к фрезеровке для штифта. Обычно они у Ганза, вот скажем так, где-то вот здесь, а тут они вот здесь. Возможно, то есть, Ганза видоизменили пружину, и не исключено, что не только в этой модели. То есть, мне кажется, возможно, в этом причина такого вот просто изумительного хода замка. То есть, этого все уже порадовало. Какие еще были легенды об этом ноже, что клипса прикручивается к накладке, а не к плашке. Тут дело такое вот. Клипса не выходит насквозь, не торчит. И визуально, на видео, наверное, незаметно, кажется, что действительно винты не входят в плашку. На самом деле, они входят в плашку, но где-то на четверть, на треть, то есть, чуть-чуть цепляются. Поэтому, чисто технически клипса держится вот, ее можно пытаться оттягивать, она не думает отрываться. То есть, отгибать, она держится очень прочно, явно не на накладке держится. Но визуально кажется, что да, вкручена она практически в плашке. То есть, она, ну, винт проходит в плашку, и вкручена... Накладку из G10 он проходит, и вкручивается в стальной этот лайнер. Вот, то есть, с этим особой проблемы нет. Клинок не бьется обвонки, все с ним в порядке, ходит хорошо. Следующий момент, заточка. Всегда жаловались, что нож из коробки тупой, или плохо заточен, топор и так далее. Нож заточен очень остро. То есть, если там рез бумажки, то вот он режет легко. Вот он режет, без проблем. Волосы бреют, то есть, заточен хорошо. Но есть такой момент. Режущая кромка, ну, как бы, что ли, высокая, как это назвать, не характерная для Ганза. И мне кажется, что тут очень тонкое сведение. Я его попытаюсь сейчас измерить, чтобы... То есть, мне кажется, намного тоньше, чем обычного Ганза. Так, чтобы было видно, не получится. Ну, где-то 0,4-0,5. То есть, Ганза обычно 0,6 и там до 0,8 доходит. А здесь, ну, даже вот видно, что он очень тонко сведен. Ну, вообще-то, для такой лановитой модели, это не очень хорошо. То есть, считается, что быстро будет тупиться. Но, тем не менее, то есть, жаловались. Ну, как говорится, получите. Нож заточен вот так вот. Даже может строгать бумажку. Судя по тому, что цепляет, где-то есть косяк, все-таки какая-то есть. Вижу, вмятинка на кромке, да. Поэтому он иногда подцепляет. Но, в целом, практически по всей длине очень острое. В остальном же, ну, каких-то отличий нет. То есть, те же насечки. Из косяков, все-таки, если очень придираться, это фальш-лезвие. Видно, что неровно, несимметрично обработано. Вот здесь. Режущая кромка. Тоже несимметричная. Здесь выше. Здесь ниже. Угол тоже, ну, соответственно, хромает. Спуски тоже чуточку несимметричные. Ну, там, чуть-чуть-чуть-чуть. И на плашке прилегают, зазоров нету. Но вот на краю, не вровень с накладкой. То же самое обычно происходит и у хитмиранков. Тоже такой похожий косяк. В общем-то и все. Больше особо сказать нечего. Спасибо за внимание. Ссылка на нож будет в описании.